Всем зрителям моего канала большой привет! Спасибо, что вы снова заглянули на мой канал и смотрите мое видео. Сегодняшнее видео я снова посвящаюсь своим ароматам парфюмерного дома Мансера. В прошлом видео я вам уже сказала, что этот парфюмерный дом Мансера меня так зацепил, он мне так понравился. Я так влюбилась в этот парфюмерный дом, в этот бренд, что просто не могу оторваться от этих ароматов и продолжаю экспериментировать, продолжаю наблюдать за их ароматами. Как можно больше сделаю видео на коллекцию из бренда Мансера. Сегодня у меня 4 аромата, о 4 ароматах я хочу с вами поговорить. Каждый аромат вот в такой маленькой коробочке по 2 мл. И мне этого достаточно было, чтобы понять в течение всего дня, как раскрывается этот аромат и какие ассоциации у меня с каждым ароматом. Так, начну вот с этого первого аромата. Аромат Вайлд Кэнди, конечно же аромат, как и многие другие ароматы Унисекс, аромат Восточный и выпущен в 2015 году. Так, о нотках этого аромата. В состав этого аромата входят такие нотки, как бергамот, лимон, фруктовые ноты, шоколад, франжепани, не знаю, что такое франжепани и турецкая роза, гуаяк, сандал, ваниль, соль и белый мускус. Этот аромат для меня в первые минуты, это просто хорошая, сладкая и вкусная конфетка. Это удивительно нежный и красивый аромат поистину. Слышу в этом аромате именно сладкий шоколад и ваниль, мягкий мускус. База у этого аромата невероятно красивая и нежная. А больше всего с этим ароматом у меня ассоциация это вот какой-то шоколадный ликер или же может быть какой-то шоколадный напиток. Думаю, на холодный период года этот аромат будет хорош. Этот аромат вот именно согревает и окутывает своей той самой нежной сладостью, нежными нотками того самого шоколада и ванили. Аромат очень красивый, богатый, яркий по звучанию. Ни на что, ни на что, ни на один из других ароматов от Мансера этот аромат не похож. Шоколадно-ванильно, чуточку розовый уд. База просто волшебная. И уд в этом аромате я слушаю не какой-то вот лекарственный, тяжелый, а вот он такой приятный, нежный, сладкий. Даже вот знаете, какие у меня еще ассоциации с этим ароматом. Вот какой-то дорогой крем. Именно крем. Вот крем для ухода, вот крем по уходу за кожей лица. Дорогой, если что-то от Шанели, например, или от Герлен. Вот такие вот ассоциации, какой-то дорогой крем. Вот мне напоминает еще этот аромат. Одним словом, аромат неплохой, аромат интересный. Если кто-то любит такого направления ароматы, я вам это рекомендую. Ну, конечно же, стойкость. Об этом уже упоминать не стоит, что ароматы от Мансера все очень стойкие. Так, следующий аромат – это новинка пера или же жемчужина. Этот аромат уже исключительно женский. Он цветочный, как я и сказала. Этот аромат новый, 2016 года. Композиция этого аромата состоит из роз. Калабрийский мандарин. Зеленые ноты. Роза. Египетский жасмин. Ландыш. Апельсиновый цвет. Серая амбра. Дубовый мух. И белый мускус. Этот аромат, как и все остальные ароматы от Мансера, просто бесподобный для меня. Первые 5-10 минут при нанесении сразу выпирает вперед. Вот такая вот горчинка именно апельсинового цветка и чуточку зеленых листьев. Но это лишь только первые 5-10 минут. Затем я начинаю слышать вот те самые приятные нотки, нотки чистоты, нотки соблазна. Ну вот, знаете, как вам еще это передать. Вот сплетение, сплетение такой приятных нот. Яркая роза, жасмин, фиалка. Аромат приятный, зеленый, кремовый. Именно ассоциации ухоженности, чистоты, чистых простыней, если быть точной. Аромат летний, приятный. Для меня этот аромат просто цветочная смесь с капельками цитруса и немножечко мускуса. Я думаю, и весной, и летом этот аромат будет, кстати, от него голова не болит. От этого аромата нет чувства удушия, как от некоторых других ароматов. Этот аромат ни вас и ни окружающих задушить ни в коем случае не сможет. Вот бывают же такие ароматы тяжелые, которых сама задыхаешь, которых просто невыносим, перенести невозможно. Нет, этот аромат не отношу я к этой группе. Правда, аромат этот сложный и неоднозначный, но он, безусловно, найдет своих поклонников. Я лично полюбила этот аромат. Это новинка, это очень удачная новинка от Мансера. Поистину чистота, поистину свежесть, поистину красота и богатство звучания. Так, это был аромат Перл. Третий мой аромат от Мансера. Да, это аромат Олидей. Если быть точной, да, аромат Олидей. Это аромат из рождественской коллекции 2016 года. Тоже красивый, шипровый, освежающий аромат. С мягкими морскими нотками в обрамлении кокоса. Вот я чувствую, именно кокос, ваниль, заявленные нотки. Это, конечно же, в нем бергамот, кокос, иланг-иланг, цветок тиары, морские нотки, сандаловое дерево, ваниль, белый мускус. Так, теперь о самом аромате. Аромат и его восприятие просто бесподобное. Аромат, вообще-то, считается унисекс, но мне все же кажется, что он больше подойдет женскому полу, нежели мужскому. Ну вот, потому что он вот такой вот легкий, такой приятный, такой цветочный, такой женственный. Раскрывается именно цветочно-фруктовое направление в нем, и это относится к древесно-мускусным цветочным ароматам. Несмотря на кокос и ваниль, аромат умеренно сладкий, достаточно свежий и легкий. Нотки ванили я чувствую в нем, но крайне деликатно, крайне-крайне осторожно они чувствуются. Аромат многогранный, интересный, и открывается, интересно, потрясающий шлейф у этого аромата, очень стойкий, как и все другие ароматы мансера. Мне кажется, что этот аромат достаточно универсальный. Он подойдет и девушке, поскольку в этом аромате нет тяжелых нот, и женщине, поскольку аромат не кажется простым и легкомысленным. В общем, аромат этот я очень рекомендую вам послушать и вполне возможно на вас он раскроется как-то иначе. Но уверена, что многим из вас он придется по душе. Я этот аромат вот просто рекомендую, так как этот аромат поистину красота. Последний мой аромат, это, думаю, вам уже многим известные, амбра и роз. Аромат унисекс, восточный, цветочный аромат. Пирамида этого аромата включает в себя такие нотки, как сицилийский лимон, роза, индийский жасмин, амбра, белый мускус, белый мускус, лапданум. Если вот охарактеризовывать этот аромат, то я бы сказала так. Этот аромат манящий, этот аромат чувственный, опьяняющий, красивый, трогательный и одновременно загадочный. А именно загадочный он своим цветочным ароматическим унисексом. Вот этот аромат поистину унисекс. В этом аромате, в центре раскрытия, я слышу красивую розу. Для меня эта роза какая-то особая, деликатная. Ну а если быть точнее в своем высказании, я бы сказала, что эта роза умершая, увязшая. Немного слышу, конечно же, в этом аромате и табачные нотки, но никакого лимона, никакого заявленного жасмина я тут вообще не слышу. На мой взгляд, аромат более мужской, нежели женский, хотя не очень могу представить эти мертвые и умершие розы на мужчине. Одним словом, аромат для меня какой-то вот колючим оказался. Честно говоря, вот этот аромат от Мансера меня разочаровал. Хотя вот его флакон настолько красив, что я подумала, что и аромат будет красив таков. Но он поистину колючий. Вот бывают же такие ароматы, которые не удушающие, нет, а вот колючий, отталкивающий вот этот аромат. Ну, из всей коллекции до сих пор, что я пробовала, что я носила на себе, что я разнашивала, вот этот вот аромат амбра и роза первое мое разочарование в Мансера. Думаю, на мужской коже этот аромат все-таки будет более лучше и красивее раскрываться. Хотя опять повторю, что эти розы умершие, но не знаю, мой муж не стал тестировать на себе этот аромат, поэтому я не могу сказать, как он раскроется на мужской коже. Вот так. Вот четыре аромата от Мансера. Сегодня я вам о них рассказала. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.